Белорусские Счет первого игрового дня 1-1, а значит и шансы на успех 50 на 50. Арина Соболенко с первых розыгрышей вцепилась в комфортный счет в игре с Коко в НДВ и довела сет до тайбрейка, где уступила, затем проиграла и второй. Это был еще не приговор. Александра Соснович уже много раз спасала команду и благодаря ей Беларусь дошла до финала, победив 9 раз подряд. В воскресенье Александра выиграла невероятный матч. Слоун Стивенс разбита соперницей и горем. 2-2 в противостоянии. Мы все равно до конца оставались командой, мы боролись, делали все, что могли, даже больше, я считаю. Помогали, поддерживали, особенно к концу матча так подключили, что у меня аж прям барабанные перепонки чуть не лопнули. Правда, так громко все было, мощно. Кроме тенниса в этом противостоянии была еще одна игра. Нервов на тренерских скамейках, на корте и, конечно, на трибунах. Шуми оваций, заполненные под завязку чижов Карены, не оставляют равнодушными даже соперниц. Для белорусской команды этот домашний матч, это огромная неистовая толпа болельщиков, это очень здорово. Думаю, что такая же реакция публики была бы и в США, если бы матч проходил там. Но и в Минске получила массу удовольствия от такого антуража. Впереди решающая игра. В паре у нас выходит на корт впервые Соболенко и только отыгравшая, изматывающий двухчасовой матч Соснович. Белорусские дают бой более рейтинговым соперницам, но в какой-то момент эмоции захлестнули и при комфортном преимуществе уступаем. 4-6, 6-7. Но такой финал проигрышем назвать сложно. Путь, который проделала наша команда из самых низов квалификации в финал – большая победа. В Кубке Федерации 95 стран, Беларусь на втором месте. У нас прогрессирующие теннисистки и все ждут возвращения Виктории Азаренко. Уже в феврале дома играем с Германией. Я думаю, это для команды хороший успех. И можно только гордиться этими девчонками, результатом. Но чуть-чуть судьба не повернулась. Минский финал показал, что рейтинг в кубковых матчах – дело далеко не первое. Гораздо важнее поддержка болельщиков, характер и желание играть за свою страну. До последнего розыгрыша теннисисток поддерживал и президент. Александр Лукашенко уверен, белорусский теннис еще заявит о себе. Скоро наша сборная вернется на корт, чтобы вновь вступить в схватку за трофей Кубка Федерации. И победить. Андрей Бондаренко, Евгения Косова, Александр Кривецкий. Наши новости ОНТ. КОНЕЦКИ